Здравствуйте подписчики моего канала, зрители данного видео. Давайте я выйду сейчас. В общем, хотел показать, как себя ведут синдоматки, которые их отлучили. Не пугайтесь, это нормальная реакция. Сейчас мы посмотрим на них. Второй день после отлучки. Они вот возбужденные постоянно, пытаются покормить поросят, их не находят. И вот такое поведение у них. Ну это нормально в принципе, поэтому не пугайтесь. Будьте готовы к тому, что будут ломать сарай. Между собой, кстати, нормально. Они кусаются нигде ничего, им подавай детей, все. Но это пройдет, я думаю, сейчас вот она войдет в охоту. Третий, четвертый, ну пятый день, наверное. Да, я думаю, завтра может и нет, но день, первый день самый тяжелый у них. Потому что молоко прибывает в железах молочных. Одевать его некуда, они плохо едят. Вон, практически ничего не съели. Не пьют, в принципе, не едят, только орут. Это я говорю, им что-то интересно стало. А только что-то так орали, как недорезанные. Поэтому вы не пугайтесь, это нормальное поведение свинок. Ну, после того, как отлучили поросяток от них. Ну и что, через, вот видите, что делают, пытаются ворота вырвать. Где-то подпер уже, надеюсь, не вырвет. На третий день посмотрим, мы или уколем их лекарством, чтобы у них охота началась быстрее. И, ну, чтобы эффективнее была свинка. Посмотрим. Ну, а пока надо перетерпеть вот эти вопли. Желательно закрыть их, чтобы они не видели ничего. Свет, кстати, включен был специально. А, ну, давайте я. Одно из... Для того, чтобы свинья в охоту вошла, надо 16-часовой световой день ей. Поэтому пришлось повесить лампочку. Ну, смотри, что вытворяют, а. Ну, ничего, ладно. Побучаются два дня, потом не забудут, уже будет все нормально. Ну, вот все два-три дня надо перетерпеть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Не, пусть будет.